Всемирно известная советская и российская балерина Илза Лиепа устроила в Ульяновске благотворительный концерт. Спектакль под названием «Русский балет навсегда» блестяще состоялся на главной сцене Дворца культуры Губернаторский. Перед выступлением танцоров Илза харизматично рассказала о зарождении балета, о великих его представителях. Тренды в исполнении партии меняются с годами. Например, сейчас в моде филигранная техника. Но одно остаётся неизменным – классическая школа и культура танца. Чтобы сделать наш современный русский балет более русским, вернуть его к истокам, что такое истоки, как я считаю, это осмысленность, это одухотворённость, это глубокие задачи, которые под силу нашему искусству. Мы и задумали в том числе наш спектакль, потому что в основе, простите, наш проект «Русский балет навсегда», в основе нашего проекта есть большая лаборатория под руководством Елены Богдановичей и при моём участии. Далее на сцену вышли артисты Мариинского и Большого театров – театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича Данченко. Снаменитый номер «Умирающий лебедь» исполнила Оксана Кардаш. Как утверждают артисты, каждая балерина проживает этот трогательный танец по-своему, добавляя новые элементы и эмоциональные краски. Это хореографическая миниатюра, поставленная Михаилом Фокином для балерины Анны Павловой. Музыка Камили Синсанца и сюиты «Карнавал животных». А Артур Макарычан и Ксения Шевцова из разных театров. И это не помешало сложиться творческому тандему и зажечь чувственную искру на сцене. Музыка Камили Синсанца и сюиты «Карнавал животных». Мы с Ксюшей сегодня исполняем номер «Весенние воды» в постановке Мессерера. Утром у нас, получается, мы даем благотворительный концерт, а вечером уже как гран-гала. Блеснули не только маститые представители искусства, но и восходящие звездочки ульяновских танцевальных коллективов. Напомним, концерт благотворительный. Вход для зрителей был бесплатный. Ульяновск оказался первым среди городов России, где представительница звездной династии собрала лучших исполнителей страны на одной сцене. Илза Льепа не раскрыла секретов о дальнейших выступлениях, но намекнула о продолжении танцевальной феерии в российских концертных залах. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.